Господи, братья и сестры, Иисус живой, слава Богу! Бог воскресил Его из мертвых. Христос не остался во гробе. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Я хочу, чтобы мы сегодня перенеслись назад в события, когда израильский народ был в Египте. Я думаю, что мы очень хорошо это событие знаем, потому что с воскресной школы Его учат, и во всех классах проходят, и мы много-много раз слышали эти истории и читали. Я хочу напомнить некоторые события. Вы помните, когда Бог послал Моисея и Аарона в Египет, и они пришли, они говорили со старейшинами, и народ израильский обрадовался, когда они пришли. Наконец-то, говорит, Бог услышал наши молитвы, и Бог выведет нас из этого состояния, из этого рабства. Ну вот начался процесс исхода народа израильского. То есть процесс начался в Египте вначале, когда начались казни. Ну что-то случилось. Наложили работы тяжелые, увеличили тяжесть на народа израильского, и совсем немножко времени прошло, и опять Моисея и Аарон говорят со старейшинами, с народом израильским, и написано, они не поверили. Почему? Потому что они были отягчены работами, и малодушие написано. Их, и они не захотели уже слушать Моисея и Аарона. Но процесс продолжался, Бог остался верен своему слову. Он послал Моисея и Аарона, и они продолжали делать то, что Бог сказал им делать. И вот я прихожу к последнему моменту, когда пришла пора для последнего решающего шага. И что же здесь происходит? И созвал Моисей, старейшин сыновых израилевых, и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и заколите пасху. И возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине, и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Здесь они сказали народу израильскому, что должны сделать. Я не знаю, какого состояния, но их было очень много, вы понимаете прекрасно, народа израильского. Все ли поверили тому, что говорили Моисей и Арон к народу? Все ли приняли это слово? Я думаю, что там были те, которые охотно поверили и сделали то, что Моисей и Арон сказал. Были те, которые сомневались и не знали, а что же нам делать? А поступить так, как они сказали, или нет? Они видели, что все эти казни сбывались, что все, что Моисей и Арон говорили, так случилось. Но я думаю, что там были и те, которые думали, а мазать ли нам или нет? Зачем нам портить косяки? Их кровью надо помазать? Зачем? А стоит ли это делать? А были, я думаю, что и египтяне, те, которые услышали это, и подумали, а давайте и мы намажем косяки кровью, а давайте и мы сделаем так, как сделали израильтяне. Может быть, это действительно будет так? И если Бог придет поражать первенцев, в нашем доме тоже Бог сохранит. Я думаю, что были и такие. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца Фарона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице. И все первородное из скота. И встал Фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет. И сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал Фарон Моисея и Арону ночью, и сказал, встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и старейшины. Так случилось, потому что Бог сказал, и Он совершил. Но вот интересно, а что же было с теми, которые из народа израильского не поверили и не помазали косяки кровью? Они были израильтяне. Они были из этого же народа. Как вы думаете, зашел в ихний дом губитель, ангел, или прошел мимо? Ведь они были израильтяне. Они были из того же самого народа, не египтяне. Они были из израильского народа. К ним обетование это относилось. Но они не помазали косяки своей кровью. И я уверен, что в их доме тоже был плач. Они тоже потеряли дорогое. Бог очень четко сказал, помажете косяки кровью. И когда ангел-губитель будет проходить, он увидит кровь и пройдет мимо. И не будет поражения в этом доме. Братья и сестры, я бы хотел сегодня обратиться к нам с вами. Нам очень хорошо сидеть в зале. Очень приятно слушать, когда наша молодежь поет. Но я бы хотел сегодня, чтобы мы с вами просмотрели свое состояние, наше поведение. Может быть, мы сегодня отягчены работами. Или может быть, мы сегодня также пришли к какому-то беспечию, когда нам уже все равно, что происходит вокруг. Меня здесь одна мысль удивляет. Я не вникал в их уклад семейный, в их обычаи, в обряды. Но здесь, когда Моисей и Арон говорили, они не сказали, пусть муж возьмет или хозяин, там, семейство, глава семейства или еще кто-то. И на этом, как сказать, я хотел бы немножко сыграть. Я хочу дать такую мысль. Бывает, жена видит состояние в своем доме, тревожится, а муж не хочет ничего менять. Он просто без вещ, его все устраивает. А может, он очень много работает и приходит домой, он едва успевает отдохнуть. И он не беспокоится о том, что может быть видит жена. И я бы сегодня предложил, муж видит состояние своего дома или жена. Давайте мы направим свои взоры к Богу. Давайте мы обратимся к Иисусу Христу и будем уповать на Его кровь, на Его голговские страдания, на Его жертву крови, потому что только в Нем спасение наше. И то, что дети наши, сегодня молодежь наша поют, это очень хорошо и очень красиво. Но нам нужно с вами, чтобы Господь Иисус рождал свыше всех наших детей, чтобы они вместе с нами наследовали небо, чтобы никто из них не остался. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что даже те, которые из израильтян не помазали косяки свои, хотя в их домах был плач, они потеряли первенцев, но они имели возможность пойти с остальным народом израильским и выйти из Египта. Когда же мы придем, у нас не будет второго выбора, у нас не будет второго шанса. Когда мы придем и увидим, куда мы пришли, будет плач, будет тяжело, но выбора второго у нас не будет. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами, уповая на Иисуса Христа, воскресшего, чтобы мы надеялись на Него, доверяли Ему, и чтобы мы взяли, если это нужно, посты и молитвы, и чтобы мы молились за детей своих, за дома свои, чтобы ангел-губитель не вошел в наши дома, но чтобы Бог сохранил нас и детей наших, и внуков наших, наследие наше. Потому что нам с вами вверено Слово Божье, и пусть Господь благословит каждого, чтобы, уповая на Него, мы проходили свою жизнь. Помолимся Ему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!